МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Спортивные площадки допускаются для занятий гимнастикой, локкаутом, тренажёрами, игрой в шахматы, настольного тенниса и пляжного волейбола не оборудовать ограждение. В администрации провели заключительное в этом году заседание Совета депутатов. У нас всё получится. Тем более Люберцы от слова «любить». Люберцы – это замечательный, красивый город со своей историей самопытной. У нас замечательные люди. Во Дворце спорта состоялся большой новогодний концерт. Хочется в этот прекрасный праздник согреть вам каждого и, собственно, подарить частичку Нового года. О благодворительной акции, объединившей всё Подмосковье, смотрите в сюжете. Люберцы – это действительно территория спорта. Всё больше и больше она становится территорией футбола. Футбольные итоги сезона 2023 подвели в округи. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации провели заключительное в уходящем году заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 15 вопросов, а наиболее важных расскажем в сюжете. В ламентарии утвердили схему границ прилегающих территорий округа, приняли изменения в перечень коэффициентов, применяемых при расчёте годовой арендной платы за нежилые помещения, а также изменения в правила благоустройства территории муниципалитета. Спортивные площадки допускаются для занятий гимнастикой, воркаутом, тренажёрами, игрой в шахматы, настольного тенниса и пляжного волейбола не оборудовать ограждением. Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом, защитным ограждением. В организации освещения на мной благоустраиваемых территориях необходимо делать светотехнический расчёт на уже существующих территориях со сложившейся застройкой. И, соответственно, необходимо проводить оценку на инсоляцию за достаточность освещения. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве тоже внесли изменения. Они коснулись и дорожной инфраструктуры. В муниципальной собственности округа 62 километра ливневых канализаций. Тариф на пользование сетями возрастёт. Предлагается изменить размер платы за использование муниципальной ливневой канализации, которая с 1 января на 24-го года составит 35 рублей 54 копейки. На поле в стоящее время составит 29 рублей 45 копеек. На ближайшие три года утверждён план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и установлена базовая ставка арендной платы и платы за коммерческий наим жилых помещений на следующий год. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. В 2024 году в городском округе Люберца запланировано несколько масштабных проектов. Один из них – благоустройство летнего парка. Уже почти четверть века, как на этой территории сгорела главная историческая реликвия – знаменитый Малаховский театр. А в истории уникального места и планах по созданию там комфортной зоны отдыха наш следующий сюжет. Бомонд столичный собирался и здесь искусством наслаждался. Летний театр по праву называют легендой 20-го века. Однако его история началась ещё в 19-м, когда служащие управления Московско-Казанской железной дороги организовали в Малаховке любительские спектакли и в последующем стали инициаторами строительства первого здания театра в начале 1900-х. Но первый театр просуществовал недолго. Вероятнее всего, он стал жертвой пожара. В 1904 году московский артист Григорий Васиченко-Галецкий строит второе здание. Но второе здание как будто по какому-то стечению роковых обстоятельств не просуществовало долго, так же, как и первое. И уже к 1910 году Малаховка опять осталась без театра. Владельцы Северной Малаховки, братья Павел и Сергей Соколовы, выступили меценатами строительства третьего театра. Новое здание на 500 зрительских мест, спроектированное в характерном для той эпохи стиле модерн, открыли 22 мая 1911 года. Малаховка закрепила за собой звание театральной столицы. Здесь выступал знаменитый бас Фёдор Шаляпин. Дебютировала на сцене тогда ещё неизвестная Фаина Раневская. В Малаховском летнем театре она сыграла свою первую роль в спектакле «Тот, кто получает пощечину». Интенсивная была работа нашего театра. И поэтому его называли Малаховский летний театр. Малый театр. И наш театр был профессиональный. И не только здесь актёры малого театра играли. Здесь играли актёры и МХАТ, и театр Корша, и Незлобина, и других, так сказать, московских театров. Даже некоторые питерские заезжие были актёры. Но самое главное, самое главное, что театр жил полноценно. Сюда приезжали специально посмотреть спектакль. И потом поездом, поскольку железная дорога уже была, уезжали обратно в Москву. Ещё одной причиной популярности летнего театра была территория вокруг него. Цветущий сад, живописный парк притягивал своей красотой. Спектакли с участием известных актёров совмещали с дачным весельем. В ту пору, когда цветёт сирень, проходили сиреневые баллы. И все дамы выбирали наряды в оттенках лилового, сиреневого. Проходили белые баллы в то время, когда цветут яблони, вишни. То есть вот такое вот очень красивое, завораживающее преддверие дачного сезона. Летние парки сейчас одно из главных мест притяжения жителей и гостей городского округа Люберцы. Но эта территория давно нуждается в комплексном благоустройстве и создании комфортных условий для отдыха. Здесь постоянно проходят спортивные, развлекательные мероприятия, концерты и фестивали. А летом на сцене расположены рядом с фундаментом того самого легендарного театра, мюзиклы и спектакли. После пожара в 1999 году от исторического здания уцелел фундамент, вот эти лестницы и несколько фрагментов, которые бережно хранят в музее. В 1990 году Малаховский летний театр включили в реестр объектов культурного наследия, а позже и сам ансамбль получил аналогичный статус. В следующем году начнется благоустройство этой исторически важной локации. В данном проекте мы работаем совместно в консорциях с компанией «Парковая реставрация», которая является лицензированной компанией в области работы с объектами культурного наследия. А также по такой случайности, можно сказать, счастливой, я тоже являюсь, как и вы, жителем Малаховки. Моя семья здесь живет, имеет дачу уже сто лет. Мой прадедушка получил здесь дачный участок, вот в этой южной части Малаховки. Поэтому для меня это не только профессиональная работа, но и очень близкая к сердцу история. Создавая концепцию благоустройства, специалисты ориентировались на исходные параметры летнего театра и парка по сохранившимся документам начала прошлого века. И в то же время учли запросы и потребности всех слоев населения, включая разные возрастные группы. Проектировщики предлагают установить на территории парка детские игровые и всесезонные спортивные площадки, зону для выгула собак, освещение, малые архитектурные формы и дополнительные входные группы. Все детали выполнят в стилистике дачной Малаховки. Главный вход, вот исторические фотографии в разные периоды времени, текущее состояние главного входа и образы, применяемые для реставрации этого входа. Внешне предлагается реставрация всех фасадов, облицовка деревянными ламелями с декоративными карнизами. Арфу декоративную существующую мы предлагаем отреставрировать и оставить на этом месте, поменять вывеску. Ну, название, я думаю, что сейчас пока что, да, назвали «Летний парк», но это обсуждаемо. В центре внимания арт-объект «Летний театр». Разрабатывая его концепцию, проектировщики также ориентировались на исторические фотографии здания. Деревянное сооружение на металлическом каркасе вместит в себя крытую сцену, подсобные помещения для артистов, амфитеатр на 400 мест и зоны для проведения выставок. Его предлагают разместить на сохранившемся фундаменте легендарного театра, который является объектом культурного наследия. Возможно ли вообще использовать в этих рамках фундамент благоустройства? Сейчас, на данный момент, как бы, да, сохранились фрагменты этого фундамента, да, то есть даже периметра там нет, есть кусочки, да. В рамках нашей концепции, да, мы предлагаем сохранение этого фундамента, мы его не затрагиваем. То есть наша конструкция, в принципе, даже будет служить неким, ну, скажем так, защитой того фундамента. По вопросу благоустройства летнего парка сформируют рабочую группу, куда войдут проектировщики, представители администрации городского округа Люберца и активные жители посёлка. Для того, чтобы возродить знаменитый ансамбль Малаховского театра и парка и вдохнуть в эту территорию новую жизнь, подрядчикам понадобится весь летний период следующего года. Свой юбилей отпраздновала школа номер 48, которая недавно вошла в состав гимназии 46. Ей исполнилось 115 лет. Это одно из первых сельских учебных учреждений России. На торжественном мероприятии работали мои коллеги. История школы длиной более века берёт своё начало в далёком 1908 году. Это первая сельская школа, в которую принимали и мальчиков, и девочек. Когда-то здесь, над Оврагом, появилась одна из первых гимназий в нашей стране, в России. И очень много было заложено в ней тех образовательных технологий, которые для того времени были действительно передовыми, прорывными в нашей стране. Наши дети должны учиться, должны развиваться, должны расти и верить в будущее. Поэтому я сердечно всех поздравляю. Мы празднуем образование в нашем маленьком государстве. Потому что сюда пришло образование. Не надо было ехать никуда. 48-я, Комсомольская, 4. А мы ещё помним с вами школу на Котиках. Мы помним школу на улице Кирова, начальней школы. Это малокомплектные школы во Вражках. Это в 1937 году 46-я. В 1965 году 47-я. В 1984 году 52-я. И вот всё это отпочковалось от 48-й. Потому что детей было много, учились две смены. Лариса Урбанович училась здесь, а позже пришла преподавать. Проработала в школе больше 50 лет. Она преподавала в начальных классах. Пришла работать в 1968 году. Тогда школа отмечала 60 лет своего существования. Вот я отработала там 53 года. У меня одна запись в трудовой книжке. Я больше нигде не работала. Сейчас я на пенсии. Но я постоянно поддерживаю связи с учителями, и с детьми, и с родителями детей. Я постоянно с ними встречаюсь. Я выпустила 4-й класс и ушла. Сейчас мои дети последние учатся в 8-м классе. Всему преподавательскому составу вручили почётные грамоты и благодарственные письма. Концерт состоял из вокальных и танцевальных номеров. А также ученики подготовили сценку, где показали историю своей школы. 3 октября 1910 года. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Прошёл финал конкурса «Красоты. Ливерецкая краса-2023». Конкурсантки на протяжении месяца готовились к завершающему этапу, который состоялся в культурно-просветительском центре. С финалистками пообщалась наша съёмочная группа. Это один из самых красивых конкурсов 2023 года. На участие в нём поступило больше 40 заявок. Но в финальном этапе осталось только 9 конкурсантов. У девушек за плечами месяц подготовки, мастер-классы и тренинги. Он был разделён у нас по неделям. У нас была неделя знакомства, неделя доброты, неделя красоты и финальная неделя. В каждой неделе у девушек были мероприятия, акции, какие-то мастер-классы от спонсоров нашего конкурса. В том числе мы ездили в социально-ребилитационный центр для детей. Финалистка под номером 2 Евгения Кочеткова. Ей 17 лет и она учится в 11 классе. Один из любимых видов деятельности – волонтёрство. В конкурсе красоты принимает участие впервые. Однако у неё есть козырь, которым она планирует покорить сердца жюри. Мой самый главный козырь – это монолог, который я буду рассказывать. Потому что я его очень долго репетировала, я очень артистичный человек. И мне кажется, что это мой главный козырь на рукаве. Участниц оценивали по четырём главным критериям – дефиле, визитка, мир искусства и таланта. Всего семь членов жюри, которые тщательно отсматривали выступления каждой финалистки. Я вижу конкурс так же, как со стороны участницы, потому что я сама участвовала. Я прошивала все эти эмоции, поэтому очень сложно, но очень интересно. Мне важно, чтобы я видела, что участницы отнеслись к конкурсу со всей ответственностью. Вложили действительно душу, подготовились. После всех этапов выступлений долгожданным моментом стало награждение победительницы. Люберецкой красой 2023 года стала участница под номером 5 – Мария Молчанова. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Большой новогодний концерт во Дворце спорта «Триумф» стал красочным завершением года 400-летия Люберец. С главной сцены прозвучали поздравления от руководства округа и творческих коллективов. В атмосферу праздника окунулись и мои коллеги. Уже первые строчки самой новогодней песни погрузили зрителей в мир чудес. Уходящий год стал для Люберчан особенным, юбилейным. За 12 месяцев в округе произошло много ярких событий, а впереди еще больше. Люберца – это мы, Люберца – это территория развития, это городской округ, в котором очень интересно работать, в котором интересно жить. И наша задача в 2024 году – продолжить все проекты для того, чтобы наш город становился еще лучше. Спасибо вам, здоровья, благополучия и с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. Действительно, 2023 год был насыщенным. Я оцениваю, что он был прорывным. Не зря округ удостоился высокой награды правительства Московской области и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. У нас все получится. Тем более Люберцы от слова «любить». Люберцы – это замечательный, красивый город со своей историей самобытной. У нас замечательные люди. Всем счастья, благополучия, удачи. Пусть ваши замыслы сбудутся. Я искренне желаю, чтобы все задуманное сбилось, при этом близкие были, здоровые и счастливые. И, конечно же, всех с наступающим Рождеством Христовым. Танцевальные номера переплетались с театрализованным представлением. Звучали новогодние песни. Концерт продлился более двух часов и не оставил никого равнодушным. Замечательно, шикарно. Вот. Такое удовольствие получила. И пела вместе с артистами, и танцевала. Большое им спасибо за их творчество. Всех жителей Люберецкого округа поздравляю с наступающим великим праздником, Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, успеха во всех их делах. И самое главное – мирного голубого неба над головой. Здоровья в первую очередь. Мирного неба над головой. Всего хорошего. Пока бы не было силы, когда веселых, никогда не знали мы, как этих невеселых, никогда не знали мы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Федор Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Накануне Нового года в Люберцах прошла традиционная акция «Елка желаний». Подопечные семейного центра и семья участника специальной военной операции получили подарки, которые попросили у Дедушки Мороза. О детях благотворительного проекта наш следующий сюжет. Новогоднюю елку в здании администрации украшают не только игрушки, но и вот такие конверты, в которые можно опустить письмо с обращением к главному зимнему волшебнику. И вот к праздничному уголку уже подошли дети с заранее приготовленными письмами. Я хочу беспроводные наушники с флешкой, потому что я люблю слушать музыку. Я хочу получить наушники. Новый год – это замечательный праздник, когда вся семья собирается вместе. Свои пожелания подопечные семейного центра Люберецкие положили в волшебные конверты и повесили их на елку. А затем вместе с символом наступающего года драконом провели возле нее хоровод. Ребята попадают к нам из разных жизненных ситуаций, у всех свои сложности, но в центре они все преображаются, они начинают заниматься творчеством, они душевно отогреваются, ходят в школу, и потом они попадают либо в свои родные семьи, либо им находят приемную семью, и все заканчивается благополучно. Еще один участник «Елки желаний», у которого сбылась мечта – Ярослав Сосновский. В своем письме он попросил у дедушки Мороза спортивную стенку, чтобы научиться делать трюки. Сосновский Ярослав Никитич, 4 года. Шведская стенка для детей. Семью Сосновских вместо сказочного героя вручить подарок пришел его помощник, глава городского округа Владимир Волков. «Груша есть, подходи ближе, лестница есть, кольца, маты, все, что нужно для занятия спортом. Ужму руку. Молодец, сильный». «Он очень активный, любит конструкторы, пазлы, всякие активные игры». Всего через несколько дней детям из семейного центра устроили новогодний праздник. В гости к ним пришли сказочные герои и настоящий дедушка Мороз со Снегурочкой. И каждый ребенок получил тот подарок, о котором мечтал. «В этом письме я попросила дедушке Морозу за наушники. Нам сегодня вручили эти подарки 26 декабря. Я очень рада подарку». «Дедушка Мороз, он исполнил мое желание. Теперь это мой гусь, и он будет со мной всегда рядом. Вот такой». «С Новым Годом!» Из Люберец стартовал автопробег «Дедов Морозов». Представители молодой гвардии «Единой России» подготовили новогодние подарки детям из семей специальной военной операции, реабилитационных центров, добрых комнат больниц и детских домов. За отправкой наблюдала наша съемочная группа. «Общий сбор» в центральном парке Люберец. Перед отправкой для поднятия настроения танцевальный флешмоб. 30 муниципалитетов принимают участие в благотворительной акции, чтобы лично вручить сладкие подарки детям. «Мы ежегодно поддерживаем благотворительную акцию в канун Нового Года. Это и «Елка желаний», и «Чудо-елочка», и разного формата другие федеральные региональные мероприятия. Создали сами свой автопробег «Дедов Морозов», потому что всегда есть детки, которым не хватает внимания. Хочется в этот прекрасный праздник согреть теплом каждого и, собственно, подарить частичку Нового Года». Каждый Дед Мороз и Снегурочка подготовили анимационную программу, чтобы подарить новогоднее настроение малышам, которые чуть больше нуждаются во внимании. «Сегодня направляемся в свой городской округ для того, чтобы порадовать детишек из больниц и семей мобилизованных с подарочками к Новому Году, поднять, так сказать, новогоднее настроение, принести сказку в каждую семью и в душу каждого ребенка». «Мы сегодня направляемся в теплый дом в городе Фрязино. Мы вот заберем подарочки и повезем их детишкам. Наградить детишек за хорошее поведение в этом году». Этот проект реализуется в Подмосковье уже четвертый раз. В благотворительной акции приняли участие более 300 человек со всей Московской области. Новый год должен приходить каждому, даже к тем, кто находится далеко от дома, защищая родную страну. В преддверии праздников маленькие люберчане сделали новогодние поздравления, которые будут отправлены в зону специальной военной операции. Подробнее в нашем следующем сюжете. «Больше красок. Вот посмотрите на наш зал. Сколько огоньков разноцветных. Добавляйте шарики, фонарики». В канун новогодних праздников маленькие люберчане своими руками сделали поздравительные открытки российским бойцам. Каждый рисунок – это частичка детской души, тепла и радости. «Я сейчас рисунок солдатам, которые они имеют, чтобы их порадовать. Поздравить с Новым годом». Саша Кутузов, однофамилец великого русского полководца, как большинство детей, не стал рисовать новогоднюю ёлку и Деда Мороза. В лучах солнца мальчишка изобразил танк под чистым небом. «Потому что танк – это российская боевая машина. Я нарисовал этот рисунок и хочу отправить этот рисунок нашим бойцам. И я нарисовал сердечко, потому что мы их очень любим». Вместе с красочными рисунками ребята пишут письма. Тёплые и добрые слова очень много значат для бойцов. Они согревают им душу и поддерживают в трудные минуты. «Дядя солдат возвращается домой с победой». Трогательные послания сделали и люберецкие школьники. К творческим работам подошли с любовью и чувством патриотизма. «Я хочу этот рисунок отправить для военных, чтобы им было приятно встречать Новый год. Хочу им пожелать здоровья, чтобы они поскорее вернулись домой». Это прекрасный способ выразить поддержку и благодарность военным. Антонина Бастер в своём новогоднем поздравлении выразила признательность и уважение защитникам Родины. «В своём письме я написала пожелания солдату и успеха, чтобы увидел поскорее родных». «Ирина Геннадьевна, передайте это, пожалуйста, бойцов. И мой тоже». «Спасибо, Кер, конечно». Детские письма и рисунки положат в посылки с гуманитарной помощью и отправят бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Пациенты Люберецкой детской больницы окунулись в праздничную атмосферу волшебства. В преддверии Нового года ребятам устроили праздник. Своими эмоциями мальчишки и девчонки поделились с нашей съёмочной группой. Новогодние песни, подвижные игры со сказочными персонажами и хоровод вокруг ёлки не оставили никого равнодушным. Танцуя рядом с нарядной лесной красавицей, ребята загадывали желания. Сегодня оно у всех одно – побольше здоровья. «Мне очень нравится ёлка, красивая. Меня сегодня выписывают, у меня ничего не болит. Я просто, чтобы порадоваться, что я не болею. Я хочу, чтобы никто не болел из ребят. Я хочу, чтобы все ребят, которые здесь, на этой ёлке, хочу, чтобы они побыстрее пошли домой и встретили Новый год с родителями». Наконец появился тот, кого дети ждали весь год. Дед Мороз пришёл не один. Вместе со своей внучкой Снегурочкой и главой округа Владимиром Волковым. «Чтобы, конечно, вы все были здоровы, чтобы вы как можно быстрее выписались из больницы, из поликлиники и, конечно, набирались сил. Родителям также хочется пожелать только здоровья, терпения. Ребята, чтобы у вас всегда в жизни были улыбки, всегда были подарки». Сладкие подарки подняли настроение. Радостное событие в канун главного зимнего праздника поможет быстрее пойти на поправку. «Мне очень сильно понравилось, и я хочу бы скорее выздороветь. Дедушка Мороз и Снегурочка были классные, и я хочу вам сказать «С Новым годом!». В детской больнице находится на лечении 237 человек. Ребятам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на праздник, Дед Мороз вручил подарки прямо в палате. В преддверии Нового года Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» запустило мастерские Деда Мороза. Акции проходят на базе местных общественных приемных, а также в холлах крупных торгово-развлекательных центров. Городской круг Люберцы не остался в стороне и тоже присоединился к проекту. «Мы делаем сейчас елочную игрушку в технике декупаж. Салфеточку мы прикрепили к пенопластному шарику, сделали подвесочку, и теперь это будет у нас красоваться на елочке этот шарик». Смастерить своими руками елочные украшения и новогодние сувениры маленьким посетителям торгового центра «Светофор» помогают сотрудники библиотеки «Бригантина» и люберецкие молодогвардейцы. Мастерская Деда Мороза разместилась на третьем этаже и приняла большое количество гостей. «Они раскрашивают гипсовых дракончиков и другие поделки. Также они могут разукрасить всякие шарики и сделать елочки при помощи зеленой нити, клей ПВА и формы специальной. Сувениры они забирают с собой». Такая же акция прошла в общественной приемной партии «Единая Россия». Туда пригласили детей из многодетных или малообеспеченных семей. Всего в проекте «Мастерские Деда Мороза» приняли участие около 600 малышей и школьников. В Центральном парке состоялся первый фестиваль вязания «Люберецкое чудо-варежка-2023». Большой праздник объединил любителей рукоделия не только из Люберец, но и из соседних городов. Наша съемочная группа пообщалась с организаторами и участниками нового проекта. 24 декабря в России отмечают День варежки. Фабрика пряжи «Пихорка», сообщество любителей рукоделия «Я свяжу тебе жизнь» и «Люберецкие парки» решили посвятить этому необычному празднику первый фестиваль. До 15 декабря организаторы принимали заявки на участие в конкурсе вязаных изделий. Результаты превзошли все ожидания. Нам сегодня предстоит увидеть порядка 60 варежек. Они в разных номинациях, от простых до вот таких, до символов года. То есть кто во что гораздо. На фабрике «Пихорки» мы отвечаем, небывалый спрос на продукцию нашей пряжи. То есть вязание это модно, вязать это здорово. И поэтому хочется, как все говорят, вот традиции эти нас объединяют. И нить, которая нас связывает, фактически пихорка связывает всю страну. Вот, кстати, вот в этой коробочке лежат варежки, которые приехали из Смоленска. Лучшие варежки выбирали в шести номинациях, среди которых и творчество юных мастеров. На удивление организаторов, среди участников конкурса вязания шесть школьников. Мой педагог по вязанию предложила мне поучаствовать в этом мероприятии и связать варежки для этого мероприятия. Я участвую в номинации «Символ года», и это изображен символ следующего года, 2024-го, дракончик. В рамках фестиваля прошла благотворительная акция. Все желающие могли опустить в корзину добра вязаные изделия или пряжу для создания тёплых вещей, которые в последующем отправят участникам СВО, а также в детские дома и дома престарелых. Новый год – это повод собраться и весело провести время не только с родными и друзьями, но и с соседями. Так, накануне праздников во дворе дома на улице посёлка Калинина прошла развлекательная программа, которая собрала на одной площадке детей и взрослых. Подробности далее. Сказочные персонажи, нарядная ёлка, снег и хорошее настроение. До встречи Нового года остаются считанные дни. И чтобы скрасить ожидания этого волшебного момента, депутаты 2-го избирательного округа организовали для жителей праздник во дворе. Раньше у нас были праздники дворовые, собирались мы, день соседей, который сейчас активно проходит в нашем городском округе Люберец. Так же, чтобы мы здесь в одном дворе все объединялись и друг друга знали, какие-то проблемы обсуждали. И так же их на месте можно всё и решать, встречаться, разговаривать, общаться, заводить дружбу, заводить новых друзей. Всех, кто пришёл на праздник, ждала не только развлекательная программа с новогодними волшебниками, но и сладкие подарки. Каждый год приходим всей семьёй. Детям очень нравится. И народ приходит с других дворов. Всем очень нравится. Ну, весело. Прям появилось новогоднее настроение. Я хотела пожелать всем, чтобы они не болели и чтобы у них хорошие подарки были. Особое внимание депутаты 2-го избирательного округа в эти предпраздничные дни уделяют семьям участников СВО. Народные избранники навещают детей военнослужащих и вручают им новогодние подарки. Луиза Игия Азарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Более трёх лет в Люберцах работает клуб «Активное долголетие». С 2020 года участниками проекта стали более 9 тысяч люберчан. Каждый здесь нашёл занятия по душе и друзей по интересам. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Клуб «Активное долголетие» объединяет женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Компьютерная грамотность, танцы, гимнастика, настольный теннис, аэробика, скандинавская ходьба и многое другое. В последние дни уходящего года самые активные долголеты встретились, чтобы поздравить друг друга. Вот, отлично! Что для вас вообще активная долголетия? Для нас вторая жизнь. Начало. Такие встречи питают энергией и желанием идти к своим целям. А ещё всех объединяет любовь к жизни. Это стиль жизни. Для многих это единственное, что вообще есть в жизни. Потому что потери близких, такой возраст уже 60+. Поэтому для нас это общение, это дух наш. Понимаете, мы этим живём. Ну, я катаюсь на горных лыжах, на коньках, на наших люберецких, на обычных лыжах. Скандинавская ходьба, йога у нас и здоровая спина. Ну, какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние волшебники приехали в Люберцы с подарками, которые отсылают долголетов к знаменитому советскому фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». Пусть горят бодрости, здоровья. Всё получаем. Потому что ходим и на скандинавскую ходьбу, и на гирпнастику. Посещаем экскурсии. В общем, полной жизнью живём. Хочу пожелать долголетам здоровья, здоровья, здоровья. Чтобы больше ходили, принимали участие во всех мероприятиях. Тогда будет всё хорошо. Всем нашим друзьям, всем нашим детишкам, мальчикам и девочкам здоровья в Новом году. Всем, у кого здоровье, счастье. Всех, у кого есть счастье, чтобы был достаток и хорошее настроение. Да, мы всех либерчан поздравляем с праздником, с наступающим Новым годом и с Рождеством. Ведите себя хорошо и ждите подарочки под новогодней ёлочкой. Записаться на занятия клуба можно через портал долголетиемусрек.ру, а также в клубе «Активное долголетие» по адресу. Город Люберцы, улица Куракинская, дом 5. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли соревнования по масс-рестлингу. Участники из разных школ приехали побороться за победу в турнире и за главный приз. За схватками наблюдала Анастасия Кладинова. Это ежегодный турнир, который посвящен окончанию соревновательного сезона по масс-рестлингу. Участники боролись за главный приз Кубок Деда Мороза 2023. Здесь юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. Ученики из разных школ городского округа приехали, чтобы забрать главный Кубок года. Масс-рестлинг сам по себе хороший вид единоборства, потому что это единственный вид единоборства, где нет прямого контакта соперника. То есть вся борьба через палку. Соответственно, самое главное правило это оторвать палку, вырвать ее у соперника, либо соперника перетянуть на свою сторону. Кирилл Горловой уже окончил две схватки. Из них он вышел победителем и попал в полуфинал. Помимо основных правил в масс-рестлинге есть и разрешенные приемы, которые помогают участникам выиграть. Сильный соперник, но все равно я пришел за выигрышем, чтобы выиграть его. И все силы вложил, чтобы выиграть. Приемы ногами вытянуть, выдернуть и шаг влево-вправо. Это помогло мне выиграть данные схватки. Но победа может зависеть не только от хорошо подготовленного участника. Большую роль играет и группа поддержки. Так ученики школы номер 28 нарисовали плакат и активно болели за свою команду. Мы все тут с ребятами собрались и мы болеем за 28-ю школу. Я думаю, что это очень важно, потому что ребята выходят, выступают, они хотят, чтобы за них болели. А мы тут, чтобы их поддержать. В соревнованиях приняли участие больше 70 человек. За призовые места спортсменам вручали грамоты, кубки и медали. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Фестиваль, ставший традицией. Красно-белый Новый год в очередной раз собрал на одной площадке воспитанников футбольной школы «Спартак» их родителей и тренеров. На спортивном празднике работала Луиза Игия-Зарян. Собраться всей дружной командой перед Новым годом, подвести итоги и, конечно, сыграть футбол. Без него не обходится ни одно мероприятие «Спартаковцев». Масштабный фестиваль на этот раз собрал 780 юных спортсменов. Это чуть меньше половины общего количества воспитанников школы. Мы видим на трибунах потрясающий перформанс, поддержку, уверенность, которую зрители передают с трибун своим детям. А в глазах детей видим радость. И вот я всегда говорю, что «Спартак» это не только про спорт. «Спартак» это выручка, единство, помощь друг другу, помощь слабому, стремление к сильному. И каждый год мы видим, что наши дети становятся все более уверенными, более сильными и обретаются новых и новых друзей. Этот фестиваль – юбилейный. Пятый по счету в футбольных матчах приняли участие дети от 7 до 14 лет. Каждый юный спортсмен ушел с этого праздника с грамотами и подарками. Я занимаюсь футболом с пяти лет. Получился хорошо играть, хорошо бить, хорошо давать пасы. В защите играть, в полузащите, в нападении слева, справа. Я хотела бы желать всем здоровья и хорошего Нового года. Новый год – это время подведения итогов. 2023-й для футбольной школы «Спартак» оказался плодотворным и знаковым. За этот период все отделения и филиалы сыграли 1600 матчей. Это около 80 тысяч часов, проведенных на футбольном поле. И самое главное событие уходящего года – открытие футбольного манежа на территории 21-й школы. В Люберцах подвели итоги года по футболу. Там награждали и детско-юношеские команды, которые приняли участие в открытом первенстве округа, посвященному памяти директора спортивной школы «Звезда» Валерия Товкача. На церемонии награждения работала наша съемочная группа. Люберц – это действительно территория спорта. Все больше и больше она становится территорией футбола. Мы и дальше будем строить новые физкультурные объекты, реконструировать существующие поля для того, чтобы вам, ребята, было комфортно заниматься и хотелось этим заниматься. С мая по октябрь в городском округе Люберцы прошло несколько крупных соревнований. Одно из них – открытое первенство 2023 среди детско-юношеских команд. Победителем в детской категории 2012-2013 годов рождения стала команда из школы Олимпийского резерва «Отделение «Звезда». Футболисты отыграли 18 матчей и обошли 9 соперников. В этом году мы не добрались сначала на зимнем первенстве до первого места, заняли второе. Я думаю, мы учли ошибки просто зимнего сезона. Но эту победу мы хотели бы посвятить нашему покойному директору Товкачу Валерию Николаевичу. Также награждали и особо отличившихся игроков. Данила Маргун занимается футболом 6 лет. Играет за команду «Торпеда Люберцы» под номером 10. Он стал лучшим нападающим по итогам 2023 года. Я очень люблю футбол и хорошо тренируюсь. Из-за этого я получила лучшего игрока. Для меня это стало неожиданностью. Я очень рада, для меня это очень важно. На всех стадионах городского округа за этот год приняли участие 62 команды. Проведено 360 игр, а число участников достигло отметки почти в 1000 человек. Анастасия Кладинова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Мы стали еще доступнее. Теперь эфир телеканала ЛРТ вещает в своем аккаунте во Вконтакте. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можете искать на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. С наступающим Новым годом вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин